Смотрите, какая сильная волна набегает. На центральном пляже сейчас вообще нету пляжной территории. Даже сейчас, видите, море доходит даже до самой зоны отдыха. Сегодня самый последний холодный день. Посмотрите, как волны немножко подтопили территорию. Анапа, друзья, 6 февраля 2023 год. Всем привет, Черноморский, с вами Юрий Озаровский. На календаре у нас 6 февраля 2023 год, плюс 6 градусов, 10.25. Мы пережили очередной шторм века. Начинаем нашу сегодняшнюю прогулку по улице Гребенской от почты. Старейшая в Анапе. Здесь люди жалуются на то, что по Гребенской до сих пор не наводят порядки. Здесь раскопали улицы уже целый месяц. Ничего не происходит из того, чтобы хотелось людям порядок, чистота и красота. Чтобы прогуливаться на море, можно было как в курортном городе. Конечно, верим в лучшее, что настанет тот самый день, когда порядки будут везде. Но пока по факту вот так вот. В Сочи в эти дни удар стихии пришелся на горный кластер. В Розохутор помимо снега еще и шел дождь. Улицы подтопило. Выглядело это, конечно, очень сурово. Отключили подъемники и огромное количество людей застряли на вершинах. Но уже все решено, все хорошо. Также более 15 часов была задержка на вылеты, прилеты в аэропорт Сочи. У нас в Анапе мы идем. Ну, тут и ветра как такового нет, а там такая стихия разбушевалась. Также зашел сель на железнодорожные пути, что тоже парализовало и движение поездов по железной дороге. Образовались и огромные пробки из людей на ЖД вокзалах. Все хотят домой, если уже собрались. В общем, транспортный коллапс. На автобусах можно было выезжать. Но проблема в том, что с автобусами могла случиться тоже какая-нибудь сель или еще что-нибудь. На федеральных трассах, кстати, о селях не сообщается. Но в горном кластере самого Сочи к многим поселкам был отрезан маршрут. Потому что сошли селья, по-моему, 3 или 4. Вот такая вот беда опять пришла в Сочи. Из-за того, что Сочи является тупиковым маршрутом, другой дороги нет. Самолеты из-за ветра, поезда из-за сели. И остался только автомобильный транспорт выбраться. Люди оказались в такой небольшой ловушке. Именно этим нравится мне Анапа. Тут можно в разные направления отправляться. Гребенская, район Бургер Кинга. Музычка играет, там все поет. Ну, а здесь так же перекопано все. Тут какие-то коммуникации проколом прокладывали. И навели такую вот беду. Когда восстановят, пока еще непонятно. Пальмы, кстати, вроде бы зиму пережили. Это было бы очень хорошо, чтобы они дальше радовали их глаз. Но такие вот, смотрите, прям кустистые. И пускай они высокие, но зато как они красиво смотрятся. Это возле столовой Мамма-Мия расположенной. Они здесь дошли. Золотой пляж, аквапарк. И выйдем на пляж. Сейчас посмотрим, какие здесь последствия от ночного шторма. На самом деле-то ветер дул, но не так сильно, как это планировалось. Сейчас он должен вроде бы как продолжаться, но все, стих вода. Сегодня не идем кататься. Не хватает нам для нормального удовольствия покорения шторма. Можем наблюдать, как работают уже люди для того, чтобы здесь везде была чистота. Вот один мужчина пошел в ту сторону, здесь другой наводят порядки. И действительно, в центре города красота. Сегодня прочитал пост от неравнодушных жителей Анапы, которые призывают в гости приехать президента с Кондратьевым и со всеми министрами, чтобы они посмотрели на то, как выглядит Анапа в межсезонье. И не по вот этим вот курортным улочкам, а непосредственно куда-нибудь в район Субсеха, либо в Анапскую, либо в Алексеевку заехать. И посмотреть, как люди по колено в грязи пытаются добираться до школ, маршруток и так далее. Ну и сколько там мусора разнообразного валяется. А вы бы хотели, чтобы такие высокоподставленные гости приехали в Анапу? Я лично да. Ну вот она, Гребенская, выход на пляж. Здесь работает Хинкали Эспхали. Чисто все, красиво и приятно. Глазу моему. Наши люди гуляют по улице Набережной. С левой стороны работает Грег Стрит. Здесь у нас есть знаменитая надпись «Пляж на пляже». И над стареющей арочной конструкцией выхода на центральный пляж. До сих пор, кстати, не появилась вывеска «Центральный пляж». А жаль, хотелось бы, чтобы она была. Ну, здравствуй. Подтопленная немножечко пляжная территория. Основная зона, которая находится по центру для отдыха вашего и времяпровождения, оказалась сухой. Здесь все хорошо. Вот правая часть, я вижу, что потоп. С левой стороны тоже заходили волны. Заходили аж вот, видите, расстояние какое, но при этом никаких других повреждений мы не наблюдаем. Выходим на сам пляж. Здесь, скажем, с замиранием сердца, встреча с волной, с этим ароматом воздуха. Как это все прекрасно. Главное, чтобы меня не подмыло сейчас. Не хватает ничего толстой этой надписи «Море в море», которая раньше радовала вас. И хочется, может, чтобы она появилась. Кстати, вы напишите, как вы к ней относились, нравилась она вам или нет. Потому что абсолютно разные были о ней отзывы наших дорогих гостей в городе Анафа. В общем, море, красота. Здравствуй. А-а-а! Побежали. Морская вода встречает нас, друзья. Здесь на деревьях остались еще пережитки Нового Года. Красные фонарики. Кстати, скоро встречать будут китайский Новый Год. Вы будете праздновать этот праздник? Или вам наших Новых Годов уже хватили? Новых Годов. Я, допустим, вообще не сторонник всех этих праздников. Поэтому такое себе красота и море. Прекрасная. Погода идеальная. По прогнозу нас должно было сдувать и сносить. Я очень рад, что прогноз не сбылся. Ветер сместился немножечко правее. Там, конечно, людей жалко, которые застряли. В этом все мы попали в такой вот коллапс. Но у нас в этом плане все гораздо лучше прошло. Дай бог, чтобы и дальше Анапе везло. Что-то я додумался надеть капюшончик, потому что довольно-таки прохладно. Здесь мы проходим дальше. Вышка стоит в море. Ее надо будет перемещать обратно вот на это место. И посмотрите, как волны немножко подтопили территорию. Ну, это ни о чем, конечно, по сравнению с тем, что было здесь именно в шторм века. И здесь вот ощущение, что море прям ниже стало. То ли брусфер насыпали, то ли вода отошла. Я прям даже и не знаю. Такая вот красота. Зимуйте в Анапе. Дощите морским воздухом и наслаждайтесь. Песец, кстати, чипированный пробежал мимо. Самый радостный момент, мои дорогие, это то, что говорят, что сегодня самый последний холодный день. Температура воздуха прогреется до плюс 9 градусов. Ну, а дальше придут плюс 14 по прогнозу. А если будет солнце, то это там все 20 на солнышке будет. А мы еще в Анапе в тенечке-то не прячемся. Мы что-то в такие моменты выходим и наслаждаемся солнышком. Так что, друзья, возможно, зиме мы сегодня говорим до свидания. Напишите в комментариях обязательно, хотели ли бы вы, чтобы больше зима к нам не пришла. Или все-таки любите это время года и хотите, чтобы оно было как можно дольше с вами. Ну, а Моречку спасибо за его прекрасное настроение и хорошее впечатление от этих морских прогулов. Чего вам всем советую. Приезжайте, гуляйте, наслаждайтесь. И за зимой в Анапе тоже появилась вода, к большому сожалению, стоит на пляже. И туда дальше уже, в принципе, сухо. Вчера было водички даже после ночного шторма больше. Так что удар стихии, который ожидался сегодняшнюю ночь, еще раз говорю, не пришел. И все ушло в сторону Сочи. А это, на самом деле, большой плюс. Только что общался с подписчицей, она из Белгородской области. Ей огромнейший привет. Спасибо, что смотрите. И она не захотела на видео говорить, что убежала от войны сюда. И жалуется на то, что холодно сейчас у нас. Действительно, сегодня вот прям прохладно. Говорит, хотела выходить, читать книжки на набережных, наслаждаться этой погодой. Говорит, подождите. У нас вообще февраль самый холодный месяц в Анапе, который только может быть. Его вообще никто не любит. Январь всегда теплее гораздо. А февраль в этом году обещают быть опять теплым. Поэтому радуйтесь буквально пару дней, и все будет хорошо. Чего и вам всем, ребят, желаю скорейшего, мирного неба всем над головой. Ну, кстати, сейчас заканчивается сбор для выезда к ребятам нашим. Если есть возможность, заходите в наш телеграм-канал, поддерживайте. Будем вам от души благодарны. Телеграм-канал увидите на экране. Спасибо большое каждому за поддержку. Хочу поблагодарить наших, если вы хотите поддержать канал, то можете по номеру телефона, который видите сейчас на экране. Галина Ивановна Б, Валентина Владимировна И, Мария Валентиновна Т, Юлия Станиславовна Д, Наталья Валерьевна Ш, Альвина Юрьевна К, Юрий Алексеевич Л. Спасибо вам всем огромнейшее за то, что поддерживает их канал финансово. Благодаря вам передвигаемся. Вчера на 2,5 тысячи заправил бензинчика. Полный бак залил. И передаю привет кассиру на заправке Газпром. Спасибо большое, что смотрите. Тоже очень приятно от души. Смотрите, заходят на посадку лебеди на море. Еще уже пора людей разводить на хлебушко. Даже сейчас, видите, в море доходит даже до самой зоны отдыха. Ух, смотрите, какая сильная волна набегает. И сразу же все подтапливает. Вот это да. Вот так вот выходят волны резко. Не было, не было. Как говорится, девятый вал пришел и пляж подтопил. Причем не везде. С той стороны не так далеко вышло. Вот интересно, как это все взаимосвязано. И почему именно в этом месте сейчас так выскочила волна, подтопив пляж. Покидаем прибрежную зону, выходим на улицу Набережную. Здесь аквапарк застыл. Ждет, конечно же, сезона. Если придет тепло, прям, я думаю, в этом году все и откроется быстрее. Давно у нас же теплой весны не было. Как минимум в прошлом году мне холод прям надоел. Сейчас наша улица Набережная в таком формате ждет своих гостей. В принципе, тоже все чисто, только местами песок, который ветром сюда принесло. Фонтаны законсервированы. Людей что-то вообще практически нету на море. Хоть кто-то встречался. Здесь пустота. Увидел, что здесь подписан пляж АО Дилуч. И выход можно совершить на него. Но вместо того, чтобы вот это все убрать, чтобы с набережной был вид на море, конечно, такие выходы нам остались. Защищают свое строение на пляже мешочками с песком, чтобы вода морская туда не заходила. Людей, кстати, я больше так и не нашел. Но вот голуби есть. Они здесь прям вырываются. Кто-то им тут хлебушка. Либо штормом хлеб по выбрасыванию. Песок перебирают и находят хлеб. Это тот самый хлеб, которым вы лебедей кормили. Но сами лебеди, я так понимаю, что улетели дальше. Волны им неудобно на море находиться. На центральном пляже сейчас вообще нету пляжной территории. Волны выходят практически до самих зданий. Оголился вот этот вот сток, который реализовали, чтобы не сильно размывало пляжные территории, когда приходят залповые ливни. Но пока все вроде бы сухо и хорошо. Посмотрим, как будет в летний период. Выглядит, конечно, пляжная территория сейчас. Ее здесь нету. Вы прям можете познать, что влево, что вправо. Здравствуйте. Нигде территории для отдыха, в принципе, не существует. И это печально на самом деле. Улица Набережная в продолжении тех ларечков. Выходите сюда. Здесь парк 30-летия Победы, центральный парк, дальше администрация. К ней мы еще вернемся, но сначала прогуляемся дальше на двухъярусную набережную. Здесь, как видите, без изменений, но радуюсь, что хотя бы люди появились. Холодно, слушайте, плюс 6. Последний день зимы. Можно тут замерзнуть и заболеть заново. Было бы печально это. Вот встретил вашего подписчика. Как вас зовут? Вадим. Вадиму привет. Спасибо, что смотрите. Пообщались, порассказывал о моих видеосюжетах, о том, что надо подправить. Будем стараться, чтобы измениться. Ведь не работает. Хотелось бы, конечно, чтобы больше было здесь движух. Но по факту в зимний период времени, когда нет никаких моментов в протяжении таких, как, допустим, Новый год, либо там майские праздники, то здесь не ради кого работать. Хотя с той стороны, на пересечении улицы Краснодарской и улицы Горького, там работает парк практически каждый день. Но аттракциончиков там меньше. А так территорию озеленили, поставили лавочки, поставили мусорки. Чисто, красиво, привлекательно. Вот так должен выглядеть парк. Ну, смотри, туда дальше, там еще идут какие-то перестроения. Местами добавляются зеленые зоны, убираются старые аттракционы. На их место придут новые. В общем, глобальная перестройка. Мне, конечно, очень нравился тот веревочный городок, батутные центры, которые там были. Ну, возможно, уже их время ушло. И все должно изменяться в другую сторону. Будем смотреть, следить за тем, как меняется и развлекательная часть Анапы. Напишите, может, каких вам аттракционов не хватает, чтобы вы хотели увидеть в нашем городе. Мне обо всем этом будет очень интересно от вас узнать и услышать. Жду вас в комментариях. Поставили таблички «Купание запрещено». Это лечебный пляж. Сейчас никаких здесь загородок нету. Все именно вот в таком красивом формате. Готовая для встречи вас. На куриных ножках, конечно, спасательная будка сейчас выглядит очень печально. Это вот как раз именно показатель того, насколько не хватает песка. Представляете, вот женщина идет где-то метра полтора. Ух! Опять вылетает и забирает песок. Здесь даже мешки выкладывали с песком, но они тоже размываются. Именно с этого места в Анапе начинаются каменные пляжи. Ну и вообще старт Кавказских гор. Если обойти вот эту столовую, можно увидеть орла, который, собственно, раньше символизировал начало Кавказских гор. Сюда спускались места. Здесь вот так берег высоко поднимался, стояла тарзанка, на которой мы катались, которую постоянно срывали. Но потом во время Пахомова построили двухъярусную набережную. И осталось я только вот здесь, в моих воспоминаниях. Белокаменная набережная Анапа. Подъем наверх. Тут работает вино и море. Кафе. Но здесь Пахк-отель Анапа вообще свою рекламу повесил. Давайте сходим на рва посмотрим. Вы помните, находилась тюрьма для льва. Как хорошо, что ее больше здесь нет. Вот этого кенарима. Реклама – это, наверное, самое главное, от чего хотелось избавиться. Добро пожаловать. Господи, я как это вспомню. Ух, вздрогнул. Тут еще работать тоже предстоит много. Как я говорил, по парку она и идет. И вот здесь, за парк-отелем, находится тот самый Орел. Я, наверное, к нему сейчас не доберусь. Вот он, видите. Раньше практически у каждого уважающего себя гостя Анапа была фотография с этим Орлом. А большинство аж на него наверх завязали. Как вы понимаете, вот этого ничего не было. Здесь был уже вид на море, на центральные пляжи. Вот так вот все изменилось. Я, кстати, не понимаю, а что мешает, собственно, взять, облагородить здесь территорию, плиточки, там сделать ступеньки и снова возродить традицию фотографироваться возле этого Орла. Начало Кавказских гор. Оно именно здесь, друзья. Нижний ярус, конечно, сейчас замер. Странно, столько кафешек и вариантов разных и не работают. При этом новое заведение построили и постоянно играет музыка. Также есть кофе-бар, зерно называется, и новый пирс, который постепенно появляется у нас здесь. Что-то только нету. Покататься можно, водно-лыжный парк здесь находится. Вейк-парк правильно называется. И волны, и то самое соединение каменных пляжей с песчаными. Красотища! Море так и манит прийти и насладиться им в полной мере. Хотя, вот смотрите, те заведения вроде тоже пытаются работать. Его строят не как основная еще там для ярко-палуба, а для обеспечения, безопасности, эксплуатации вейк-парка. Вот так вот. Мужики-то не знают. Смотрите, что происходит, ребята. Во-первых, красивые разрывы волн. А во-вторых, можно увидеть, как парень на серф-доске здесь берет волны. Смотрится это очень круто. Откакивает на нее. Давайте я вам покажу поближе всю эту красоту. Шторм. Не купайтесь. Шторм. Но есть люди, которые без ветра волн жить не могут. Вот как, например, этот серфер. На доске ловит волну и катается просто великолепно. Я только что смотрел, как-то красиво было в его исполнении. Посмотрите, как он уже далеко находится в море. Чтобы вы понимали, вышел на большой оперативный простор и ждет волну теперь. А волну там приходит довольно-таки больше. Видите, его скрывают. Ну, где же ты, Валда? Где? Что-то, что-то как-то долго. Ну, вот все, нашел волну и пошла жара. Ух. Интересно. Та-да. Ну, немножечко неудачно. В общем, в таком формате происходит катание по волнам. Просто в прошлый раз у нас что-то до берега дошел. Анапа, друзья. 6 февраля 2023 год. Серферы кайфуют. Очень красотища. Кайфы произошли. Парень смог прокатиться. Мы на это посмотрели. Надеюсь, что вам понравилось. Теперь отсюда поднимаемся на второй ярус этой набережной. Благо, таких подъемов с набережной много. И мы выходим сразу к калым парусам. Со второго яруса здесь, конечно, тоже красивый вид на море. Можно похвалить наш зеленстрой, потому что красиво. Выглядят и цветочки есть. Наши клумбы являются таким привлекательным местом. Кораблик тоже это привлекательная достопримечательность. Я думаю, что если вы отдыхали в Анапе, гуляли по этим набережным, то у вас тоже есть с ним фотография. Но так чистота, красота. Приезжайте, как говорится, отдыхайте, дорогие друзья. Людей немного. Поэтому гулять можно спокойно, без, как говорится, напряжения всего того, что происходит вокруг вас. Отсюда, я думаю, будет более виден масштаб. Сколько все красиво. Вот смотрите, где у нас. Вот там, вдалеке, ловит свою волну. Такова красота и виды, да, друзья? Одна из ожидаемых достопримечательностей в этом году в Анапе появится новая часть набережная на двухъярусном проходе. Здесь уже не залили бетон, можем увидеть. И готовят основания для установки всех конструкций. Ну, по фоткам вроде бы интересно. Мы будем ждать и смотреть, как это будет. Ну, а здесь находится у нас санаторий Кубань и сквер перед ним. Фонтан Жемчужина. Одна из достопримечательностей Анапы. Тоже спит и ждет лето. Как же мало людей сегодня на прогулке. И наша новая достопримечательность. Променад к театральной площади. Здесь фонтан, ручеек. Он пока законсервирован до следующего сезона. Хотя, вроде бы, заморозков больше не ожидается. Можно открывать. Здесь у нас тоже сквер. Вот как раз-таки за ним находится орел, которого я вам показывал. И прогулочка здесь становится более приятной. Потому что ветер не продувает с моря. Гораздо теплее. С правой стороны музей-заповедник Гиппи. Находится туда. Можно прийти на экскурсию, узнать о древней истории города Анапа. Много чего интересного рассказывает. Поэтому советую. Очень красиво, кстати, облицевали старый бордюр. На него установили лавочки. Довольно-таки красиво смотрится. Просто, да? Камушками какими-то обклеили. Такая нереальная красота. Не обращал внимания до этого. Сейчас прям увидел. Могу сказать, что молодцы мастера. Очень круто. Это у нас, ребята, русско-турецкие ворота. Ну и мотыль, известный многим пансионат. Находится с правой стороны. Гоняет ребята на самокатах. Хотя туда дорожки нет. Здесь можно сократить маршрут. Пройти мимо Победы. Раньше концертный комплекс. Говорят, что ее тоже будут как-то реконструировать. Что-то там будут менять. Ну и детская площадка. Кстати, довольно-таки хорошая ливневая система. Здесь она очень глубокая. Я иду, смотрю. Возможно, тут оттоплений никаких не будет. Вот она, детская площадка. На которой даже сейчас мы можем видеть детей гораздо больше, чем на набережной. Она очень востребована. Есть лавочки. Мне посидеть, качельки, полазать, горки, скатиться. Таких мест должно быть побольше. Вот там, пожалуйста, кофейня работает рядышком с ним. Вот на нее можно и вложить благоустройство дальнейшей территории. Здесь подвезли нам новые архитектурные малые формы. Появились качели. Убрали новогодние все украшения. Эта площадь начинает играть совершенно другими красками. Пишите, как вам такое вообще благоустройство. Потому что мы с вами уже готовую площадь наблюдали во время того, как она была украшена к Новому году. Она, кстати, еще довольно-таки сильно изменится. Потому что здесь будут разные ограждения добавлены. Еще скамеечки. Будем, как говорится, ждать. Вот, кстати, вот здесь такое место до и после, как стало. Я очень доволен. Мне нравится. Особенно нравится то, что перед вот этим гребаным KFC высадили три платана. А гребаный, знаете почему? Потому что он снес платаны, которые раньше высотки растли перед ним. Так и живем. Ярочная конструкция. Вот сейчас люди возмущаются все равно против нее. Мне она вот сейчас вписывается как бы в цветовую гамму, в концепцию того, что происходит тоже такие скругления везде. Сейчас хотя бы это более-менее смотрится раньше. Не смотрелось целого совсем. Здесь фонтан законсервирован. Там внутри еще один фонтан. То есть площадь появилась очень уютная. Как, в принципе, и должна быть в коротком городе. Недавно наблюдали момент, как то место, где сидят голуби, моют с керхером. Благодарим наших сотрудников. Но хотелось обратиться к людям, не кормите на площади голубей, чтобы они не пачкали вот эту красоту. Плитка здесь тоже с подсветкой. Видите, такие линии. И в ночное время смотрится очень хорошо. Так как есть скамеечки, думаю, что будет востребовано выступление музыкантов в этом году в этих местах. Так что мы ждем того момента, когда придет сезон. И здесь все раскроется в полной мере. Ну и будет все доделано. Говорят, что вот эти территории тоже хотят благоустраивать. Как это будет выглядеть, мы будем смотреть. Но по факту хотелось бы больше разных для детей, развлечений, бесплатных. Это было бы круто. Сейчас театральная площадь, действительно место притяжения. Такое прям уютное, классное, клевое место. Особенно вот ушел с набережной, совсем по-другому заиграла здесь Анапа. Мне почему-то даже как-то показалось, что немножко в детство вернулись какие-то советского времени воспоминания. Вот это вот скамеечки, которые еще будут огораживаться. То есть вот в эти вот места, я понимаю, будут вставляться какие-то как арочные конструкции. По ним будут расти растения. Будет клево, я думаю. Здесь сегодня на Протапово работает рынок привоз. Кстати, пишите, если вам интересно, надо будет как-нибудь прогуляться и показать вам цены, что почем сейчас. Здесь находится сказка. Очень красиво у них новогоднее оформление. Меня очень радует сегодняшние прогулки, что все равно по городу мы видим чистоту и красоту. Несмотря на то, что люди все равно жалуются о проблемных местах и районах. Они, конечно же, есть. Хотелось бы, чтобы все решилось. Я надеюсь, что в дальнейшем так и будет. Тут только можно хвалить. Везде клумбы, везде зелень. Ну а что делать, если техцентр Анапа у нас находится совершенно не здесь? Здесь это курортная жизнь. Все центральные, так сказать, скопления людей переехали уже за 12-й микрорайон. Там людей живет теперь гораздо больше. Здесь раньше вот это было самое большое здание. Анапа 9-ти этажка. То есть сейчас у нас 20-плюс этажей. Как говорится, заходи и смотри. Вот победа. Тот самый развлекательный комплекс. Здесь мир животных, контактный зоопарк находится. Как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Татьяна, как вам прогулочка? Мы с мужем приехали уже 4 года здесь. Нравится. Это прекрасно. Как вам вообще сегодняшняя погода? Сегодня, говорят, самый последний холодный день, а дальше будет тепло. А вы знаете, мы из-за этой погоды и приехали сюда. Жара нам очень жарко, а эта погода нам нравится. На море каждый день ходите? Каждый день. У нас большой круг, маяк и алая паруса. И к себе. Здравствуйте. Всего вам доброго. Вам то все хорошо. До свидания. А мы тем временем дошли до очередного места. Здесь у нас ракушка находится. Проходят соревнования по открытому микрофону. Ребята здесь выступают. Вкусная точка с левой стороны. И также летняя эстрада. Место тоже особого притяжения. Пишите, если вы любите тут гулять. Так же, как и я. Капитальный ремонт кафе. Что-то они чуть-чуть, по-моему, замедлились. Здесь, ну, может только окна еще вставить. Больше ничего делать не буду. Так стиль лофт и все. Хотя, слушай, что работы там идут. И мы с вами сейчас видим сразу же, во-первых, справа с стороны администрация НАПА. Жалко, что не работают сейчас фонтаны. Уже можно включать. И вид на парк 30-летия Победы. Здесь морешко шумит. Этот шум ласкает слух. С той стороны мы парк посмотрели. Можно по горького дачи двигаться. Время подходит к 12 часам. И людей становится на улицах все больше. Большое скопление людей все-таки будут. Наверное, рано пошел гулять. А НАПА спит долго. Тут тоже такие непонятные маршруты. Навесы. Вот хотя бы все сделали бы в одном стиле. Как это было бы красиво. Сейчас, конечно, один серый, другой белый. И все по гусью. Надеемся, верим и ждем, что будет все красиво. И для людей самое главное. Приятно. Лица Краснодарское пересечение с горького. Здесь находится кофе-лайк. Любимая моя кофейня. Ну и вот тот парк аттракционов, о котором я вам говорил. Здесь и музыка звучит, и мороженое славится, продают. И работает все. Как говорится, привлекая гостей наших звуками. Чудо-юдо рыбаки прям качать головой привлекают. Приходи, деньги принеси. Здесь арочную конструкцию вроде бы запустили. Она как по ночам светится. Но не знаю, для чего она вообще, в принципе, нужна. Констатируя факты нашей сегодняшней с вами прогулки. Все-таки Анапа пережила последствия этого урагана гораздо лучше, чем Сочи. Дай бог, чтобы вообще нигде не было этих ураганов. И на всем побережье было солнышко, теплышко и красота. Собственно, куда мы с вами и двигаемся, дорогие друзья. Кстати, вы любите гулять по улице Горького, так же, как я, или нет? Напишите обязательно в комментариях, будет интересен ваш ответ. Торговые площади функционируют. Здесь у нас что-то новое, наверное, будет открываться. Идет перекраска. Мы отправляемся на море. Друзья мои, я надеюсь, что сегодняшнее видео вам понравилось. Предлагаю вам в честь этого посмотреть на морюшко. Я дошел здесь себе такую великолепную лавочку. Как говорится, отдых для одного. Преуклад. Слушайте, я когда гулял, тут были только двойные. И теперь вместе с вами можем смотреть на море. Какова красота. Наливайте чаечек, кофеечек и наслаждайтесь. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...